Вот по поводу еще дня рождения. Журналисты проекта «Детали» ко дню дня рождения Путина выяснили, что он снес любимую резиденцию в Сочи, потому что стал бояться летать на юг. Основное здание южной резиденции Путина «Бачара в ручей» снесено. Сейчас там котлован и работает строительная техника. Как говорят журналисты, главная причина – это страх за собственную жизнь. Путин сократил визиты в Сочи после того, как дроны вооруженных сил Украины несколько раз туда долетели, атаковали город и повредили вертолетную площадку аэропорта. Скажите, может ли быть это правдой? Путин даже готов рисковать своим комфортом? Он же раньше часто, насколько мы помним, Сергей Олегович, бывал в Сочи. Сочи он очень любил. Сочи – это была самая любимая его резиденция, потому что у него был феномен, как бы сказать, нищего пацана из Ленинграда, который никогда не ездил на юга, по-серьезному. По этому поводу, когда он стал начальником большим, для него высшее застижение было поехать в Сочи. И поэтому ему нравился этот Бочаров-ручей. Но я вам должен сказать, что Бочаров-ручей – это же была все-таки резиденция еще ЦК КПСС. То есть еще были там старые постройки совковые. Путину они, кстати, тогда нравились, потому что это был такой сталинский стиль, кондовый абсолютно. Но вот он доказывал, что ты принадлежишь к этому советской номенклатуре, что теперь тебе можно туда ездить. На самом деле, потом там перестраивалось все это дело, но в Сочи, наверное, я так думаю, не очень глубокий бункер. И сейчас, когда вы сказали про Котлован, ну, во-первых, сразу, конечно, вспомнилось название великолепного произведения, которое очень символично было про Советский Союз и теперь про Российскую Федерацию. Российская Федерация – это огромный котлован такой. Но в Сочи, скорее всего, наверное, он, ну, в любом случае, он туда не ездил давно, потому что действительно он боялся. Он боялся, стал бояться тогда, когда были удары по Туапсе и когда были удары по Алушке там и так далее, то есть по Краснодарскому побережью Черного моря. Вот. И он боялся, что, конечно, рано или поздно прилетит беспилотник прямо в Бочаров ручей. Поэтому он туда уже не ездил. Вот. Есть другие места. И вообще, в принципе, он старенький. То есть ему теперь кататься на лыжах уже нельзя. Ему говорят, что он может там сломать себе тазобедренные кости. Вот. Поэтому он на лыжах уже не катается года три. На коньки он тоже уже не встает. А если нам показывают, какие кадры, это может быть двойник даже, а не сам Путин. Вот. И по этому поводу у него теперь в этом смысле меньше и ему менее обидно, потому что раньше вот в Сочи это еще была Красная Поляна, это еще были горные лыжи. Теперь все это от него ушло. Вот. И если вы заметили, он уже года четыре или пять не показывает свой голый торс, он уже не купается в проруби на рыбу. То есть все понятно, что, в общем, старость не радость, и что она его догнала, и что он хотя там и надувает щеки. И, в принципе, для 72-летнего человека он выглядит не так плохо. Вот. Но здоровье уже не то. В общем, все это уже от него уходит. И он боится, конечно, туда ездить. И, возможно, люди поумнее, похитрее в его окружении, они ему придумали отмазку. Потому что если бы он просто туда перестал ездить, то он бы понимал, что он туда боится ездить. И поэтому, скорее всего, там застроили, начали перестройку. И таким образом ему сказали, ну вот там надо построить приличный, потому что плохо. Теперь вот, ну типа надо построить хороший дворец, современный там и так далее. Плюс бомбоубежище сделать хорошее. Я вам напомню, что он ввел в состав Совета безопасности начальника главного управления специальных программ президента Российской Федерации. А это мобилизационное управление, которое заветует бункерами российскими. То есть он на самом деле, вот, кстати, повышение этого чиновника, которого мало кто знает, вот, до уровня члена Совета безопасности, говорит о том, что приоритеты у Путина тоже поменялись. Что его теперь бункеры беспокоят гораздо больше. Тем более, что он целыми днями говорит про ядерное оружие, про ядерную войну там и так далее. И вот, и Сочи надо перестраивать. И, в принципе, кто-то вокруг него придумал такую штуку, что типа, ну вот мы перестраиваем Сочи, поэтому туда ездить нельзя. Да, другое дело, что отмазка-то это слабенькая, потому что есть дворец в Геленджике. Вот, а в Геленджик ездить, ну, совсем страшно, потому что Геленджик, это я рядом с Новороссийском, это совсем близко к Азовскому морю, это совсем близко к Крыму, вот. И туда вообще просто страшно, туда просто реально долетает все, потому что даже там Черноморский флот уже даже из Новороссийска надо выводить Российской Федерации куда-то дальше, на автоапсы и еще куда-то дальше. Даже говорят теперь там в Грузию, они собираются там в Абхазию перебазировать. Вот, так что на самом деле, конечно, у него проблемы в этом есть, но вот перестройка Сочи, это вот такая отмазка вокруг его окружения, которая сказала, что, видите, вот нам надо перестроить, поэтому на некоторое время, там на несколько лет, значит, это будет стройка, а если стройка, то туда ездить нельзя. И вот такая психологическую ему костыль такой подарили, вот, что типа, ну, езжай теперь в какие-то другие резиденции, их, кстати, на самом деле много, их там чуть не 15 штук официальных резиденций президента. Вот нам совсем недавно рассказали про дворец, который есть в Карелии, но Карелия это просто страшно, да, потому что там Финляндия рядом, там тоже там дроны могут летать натовские, да, потому что они все вон трехнутые, да, потому что он реально думает, что там это борется войной с НАТО, и что НАТО рано или поздно тоже ему может чего-нибудь там прислать. И плюс Путин, конечно, испугался, потому что вот главный подарок ему на день рождения преподнес Израиль, да, потому что Израиль устроил вот эти атаки с пейджерами, вот, и в Кремле все испугались, испугались, вот, я не знаю, видели вы это, не видели, но по этой теме даже специально на заседании руководителей органов безопасности стран СНГ, которое было в Астане, Бортников говорил о том, что это представляет опасность, значит, такую экзистенциальную, для всего руководства стран СНГ, то есть они прекрасно понимают, что если у каких-то кисболинцев взорвались пейджеры, то могут такой же пейджер подсунуть и Путину, вот, и там его министр обороны, там, я не знаю, ФСБ и так далее, то есть у них этот ПЗИК совершенно четко, совершенно сработал, и они очень сильно испугались, и плюс они сильно испугались, когда Израиль разбомбил Насралу в его бункере, очень крутой бункер у него был, и очень крутые, крутые глубинные бомбы израильские, которые его в этом бункере и убили, а похоже, кстати, даже его преемника, двоюродного брата, тоже убили, и вот Путин всего этого дела очень серьезно испугался, и он теперь даже не знает, куда ему прятаться, то есть теперь можно прятаться только в Уральские горы, да, потому что там вот самый серьезный, самый большой, самый глубокий бункер, который защищен прям горой, там, два километра, вот, то есть там очень сложно, и плюс под землю еще там прорыто на глубину, то есть это самый крутой бункер, потому что в Алтай он ездить тоже не может, Алтай слишком близко, во-первых, к Китаю, границы с Китаем, раз, и во-вторых, в Алтае сгорело уже помещение в одном из его этих бункеров, вот, по этому поводу, вот теперь у него остается, ну, что остается, в Подмосковье, значит, этот самый, как его называется, его резиденция официальная в Подмосковье, потом остается Валдай и Урал. Сергей Олегович, а вот по поводу этих пейджеров, действительно, тогда очень много информации было, рассуждений, как такая операция могла стать реальной, 17 сентября, напомню, в Ливане начали массово взрываться около 5000 пейджеров, что привело к гибели по меньшей мере 11 человек и ранению 3-4 тысяч человек, в частности, посла Ирана в Ливане, который потерял глаз. Сергей Олегович, а вот скажите, как обезопасить, теоретически, возможно, например, того же Путина, его, там, скажем так, свиту, что ФСБ, теоретически, могло бы предпринять в связи с этим? Ну, теоретически, они просто все досматривают, они все разбирают, и там, ему, конечно, там есть многоступенчатая система обеспечения его безопасности. ФСО – это огромная армия, в которую входит 40 тысяч человек, плюс внутри этой армии есть специальная бригада, которая называется «Служба безопасности президента Российской Федерации», 5000 человек. То есть, на самом деле, конечно, физически на него добраться сложнее, чем для любого другого лидера. Но это все сложно для тех, у кого нет ракет, потому что одновременно он понимает прекрасно, что американские ракеты к нему могут прилететь в любой момент, в любой, абсолютно в любой момент. И все удары украинские по стратегическим аэропортам, по стратегическим объектам, по РЛС ядерным, по, я не знаю, по Кремлю, они все уже доказали, что, в общем, нет ни одного места в Российской Федерации, куда прилететь не может. То есть, прилететь может в любое место. И плюс, вы знаете, конечно, они, так сказать, у них есть специальная служба техническая, которая обеспечивается системами связи президента Российской Федерации, но из этой службы сбежал же предатель, да, человек, который, так сказать, устанавливал эту связь, он из Астаны в свое время, во время саммита убежал в Турцию, а потом убежал еще куда-то. И еще один офицер, который, кстати, охранял дачи в Крыму, так сказать, правительственные, тоже сбежал. То есть, на самом деле, они убеждены, что и внутри этой самой системы всегда найдется какой-нибудь предатель. Вот, и даже если вот ваш личный какой-то девайс, который вы используете, или какие-то устройства, которые вы используете, типа, они проверены, но их же можно подменить. И Путин это прекрасно знает. То есть, Путин знает, как в КГБ это делалось. Вот, то есть, если нужно было там заложить какую-нибудь бомбу, то просто делали абсолютную копию того девайса, который у вас есть, и вам могут подложить, и вы ее даже не сможете отличить. Вот, я потому что это вот, ну, сертифицирую это дело, потому что у меня были такие операции, когда вот просто, ну, как бы вы ни рассматривали, это просто один в один копию делают. И отличить ее совершенно невозможно. Вот, и поэтому, конечно, они сейчас очень сильно испугались. И я думаю, что Путин сейчас просто перестал пользоваться напрямую какими-то устройствами. То есть, вот, вот теперь стоит там, я не знаю, какой-нибудь там охранник или его там адъютант, и по телефону вместо него там чего-то там переговаривается. То есть, грубо говоря, Путин перешел на, там, я не знаю, на связь типа Первой мировой войны, когда просто депешами обменивались. То есть, да, вот, на самом деле у него же башка в этом смысле трехнутая, потому что, ну, и депеш уже можно нам намазать новичком и принести ему эту башку, намазанную ядом там каким-нибудь. То есть, на самом деле он спать теперь, я убежден совершенно, что он не может спать без наркотиков. Он не может спать без медикаментов, которые на ночь принимают, чтобы можно было поспать. Вот, без этого Путин теперь спать не может. И ему теперь всегда видятся везде предатели, потому что он и так был трехнутый. Вот, ну, любой человек, который сидит больше, там, я не знаю, 8-10 лет, 8-10 лет на руководящей должности, у него едет голова. И Путин, кстати, прекрасно это знает. Он, кстати, вот, когда был молодым, он же говорил, что вот, там, больше 10 лет просидеть во власти, у тебя поедет голова. И она у него реально поехала. Все, а, ку-куха. Вот, и теперь он видит, ну, его уговаривают, что, типа, там, без тебя страна упадет. Вот, ну, мы это видим, кстати, не только у Путина. Да, вот, смотрите, сколько месяцев понадобилось в демократической партии уговаривать старенького Байдена не выставлять свою кандидатуру на еще 4 срока. Да, потому что он же тоже был убежден, что вот, ну, все, если не он, то вот все, страна там упадет. Вот, и надо было, чтобы просто он проиграл дебаты, чтобы он начал просто, там, сказать, не узнавать людей и, так сказать, просто совершать жуткие совершенно ошибки публичные, чтобы его какое-то окружение и народ, и просто на него начали давить. То есть, грубо говоря, его спонсоры просто сказали, что не дадим денег на твою компанию, потому что, ну, не можем мы дать деньги на такого больного старика, синильного старика, который абсолютно неадекватен уже даже своей нынешней роли, а тем более там оставаться еще на новые 4 года. Вот поскольку у Путина не так ярко это проявляется, да, ему все-таки 72 года, но надо сказать, что 72 года в России – это 80 в Средневном Штатах в Америке, потому что в Америке живут дольше и живут лучше и стареют лучше. Вот, у Путина, конечно, у него есть там всякие там доктора, да, дочки его там заведуют всякими фирмами, которые занимаются долголетием, там, какие-то сумасшедшие татары ему продали эту программу, которая стоит 491 триллион рублей, значит, колонизация дальнего космоса и, значит, программа «Прожитья для Путина 700 лет». Ну, это говорит о том, на самом деле, что, конечно, у него очень большие психологические, если не психиатрические проблемы. Субтитры создавал DimaTorzok